Вот так мы и меряемся. Заниматься самолечением в семье Хасановых – дело привычное. Пенсионеры вызывают фельдшера только в крайних случаях. А в местном ФАПе за все годы жизни в селе Кульчумово так и не побывали. Нет у нее оборудования, только укол, только лекарства, а такие нет у нас. Кардиограмма нет у нее, но помощь дает им. В местном фельдшерско-акушерском пункте вот уже 35 лет трудится Мунира Рахматулина. Ее первым лечебным учреждением была приспособленная комнатка. Сейчас у фельдшера в распоряжении несколько кабинетов, но оборудование и условия оставляют желать лучшего. Я мечтала тоже о новом ФАПе. Когда нового ФАПа открывали, я белой завистью завидовала тогда. Какие условия прекрасные, здесь вы только работаете, работаете. Возможность работать в новом пункте появилась и у Муниры Рахматулиной. В конце прошлого года в селе началось возведение нового ФАПа. Уже получено разрешение на ввод его в эксплуатацию. Фельдшерский кабинет, где она будет осуществлять прием. Вот перед нами аппарат для стерилизации воздуха, называется Дозара. Это стол для подогрева новорожденных. На 80 квадратных метрах разместился кабинет фельдшера, процедурная, смотровая, небольшое помещение для хранения лекарств и комната ожидания. Уже закуплено необходимое оборудование, в здании подключены все коммуникации. Возводился объект в рекордные сроки, всего за 20 дней. Для того, чтобы это осуществить, нам пришлось взять на себя риски до подписания контрактов, приобрести основные материалы. И, честно признаюсь, даже выполнить часть работ, связанных с фундаментом, это было непросто, это была зима. По контракту срок сдачи объекта 15 декабря. Активисты Общероссийского народного фронта выехали на стройку спустя месяц после того, как работы должны были закончиться. Эти снимки они сделали на месте. И в ходе проверки было установлено, что на момент мониторинга там еще во все шли работы. То есть это и по монтажу пола, ну то есть такие работы, которые предусмотрены были техническим заданием, они в полном объеме не были исполнены. Поправки проект приходилось вносить уже на этапе строительства. Так, по словам представителей администрации Саракташского района, двери открывались не в ту сторону. Также изменили внутреннюю отделку. Все эти замечания застройщик исправит на других объектах уже в этом году. В пяти селах откроются новые фельдшерско-акушерские пункты. Анастасия Матвеева, Владислав Грубунов. Новости дня.